Все, запустил. Всех приветствую, отцы, братья, матушки, детишки. Продолжаем с вами изучать поучение седьмое аудорофея о том, чтобы укорять себя. Владыка, на секунду перебью вас, сейчас отключу всем звук, кроме вас. Да. Все. Ава Пимен, который прославился своими и подвигами, и чудесами, и, самое главное, удивительной рассудительностью и особым дарованием руководить других ко спасению в борьбе со страстями, говорит так. Итак, куда бы ни пошел укоряющий себя, какой бы ни приключился ему вред или бесчестье, или иная какая-либо скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всякой скорби и никогда не смущается. Если что, беспечальнее такого состояния. То есть, видите, такой великий святой, как Ава Пимен говорит, что необходимо укорять себя. Это и есть правильное состояние. Тогда человек будет переносить не только без смущения, а с великой пользой для себя всякую скорбь, все приключающееся. И надо даже сказать, не только для себя с пользой, а даже для тех, кто видит это, и даже для тех, кто наносит ему скорбь. Представляете, вот такой сам себя укоряющий человек всем, всем приносит такую великую пользу. Ну и в прошлый раз мы говорили, сейчас немножко повторюсь, если кто-нибудь скажет, если брат оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к чему, то как могу укорить себя? Ну, то есть, мы слышим в свой адрес что-то неприятное, и задумываемся, может быть, мы чем-то брата обидели. Вспоминаем? Нет. Нас совесть в этом ни в чем не обличает. И как тогда найти покой? В чем же мы себя должны укорить? Если же он видит, как говоришь, что в настоящее время не подал ему вовсе никакого повода, то, наверное, когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, вероятно, печалил даже другого брата, и должен пострадать за сие, или часто за иной какой-либо грех. Вот. То есть, так сказать, что я не виновен, зачем меня укоряет, может только человек, который к себе невниматель, к своей духовной жизни, который считает себя уже даже достойным рая, который думает, что он может пройти мытарство. А все-таки мы с вами, люди, скажем, просвещенные и вот читающие такие труды, люди православные, всегда, конечно, должны понимать, что сейчас у нас такое состояние, при котором мы не сможем пройти мытарство. И поэтому, пока мы еще живем здесь, на земле, мы должны желать очищения от грехов, страстей, всяких пристрастий. И поэтому, когда случаются всякие скорбные случаи, мы должны принимать их, как от заботливого нашего Бога, промыслителя, Творца и Спасителя. Он желает, чтобы мы очистились. Поэтому посылает, попускает, что некоторые братья нас в чем-то оскорбляют. И когда мы так будем рассуждать, вот почему Ава Пивен говорит, тогда без печали такое, тогда во всем, во всех действиях, в скорбях, мы будем видеть любящую руку нашего Спасителя. И за все его благодарить. Ну, а тех людей, которые, если попристрачно нас оскорбляют, мы за них будем искренне молиться, относиться к ним, как к нашим благодетелям. Иногда случается так, пишет Ава Дорофей, что какой-то брат, ну, перейдем к нам, если вот мы вроде в мире пребываем, хорошо все у нас, и потом кто-то нас оскорбил, мы начали на него гневаться, потом понимаем, что мы разгневались, значит, мы согрешили, что мы разгневались, но при этом можем обвинять еще брата, вот что из-за тебя я разгневался, я был в таком мирном состоянии хорошем, а вот ты мне сказал, поэтому я разгневался, ты виноват в моем грехе. И Ава Дорофей говорит, что это неправильное мудрование. Вот смешное осуждение, вот обольщение дьявольское. Разве тот, кто сказал ему слово, вложил в него страсть, он только показал ему ту, которая уже была в нем, для того, чтобы он, если хочет, покаялся в ней. И сравнивает, вот если взять булку хлеба, вроде хорошая она, а бывает разломишь, а там гниль. И вот не тот человек виноват, который разломил, виноват в том, что это хлеб гнилой, а он только сделал действие, которое обнаружило внутреннюю гниль. Так как нам, если тот нас обидел, а мы раздражились, разгневались, то в этом виноваты мы, потому что внешний человек не виноват, что у нас есть страсть гнева. Он только нам показал ее наличие по Божьему попущению, для того, чтобы мы исправились. И еще говорит так, если мы правильно будем переносить такие искушения, то они для нас будут все легче и легче. Человек привыкает, имеет уже благой навык перенесения искушений. И он сравнивает здесь, как бывает вьючное животное. Сначала оно слабенькое, потом постепенно кладут ношу, животное тренируется, потом уже больше мощности, еще больше. Поэтому и перенесение скорбей, оскорблений тоже нужна своя тренировка с Божьей помощью, самоукорение в себя. И так человек уже избавляется от своих страстей, гнева, раздражительности, смущения, злопамятства. И все легче и легче переносит эти скорби. А если человек неправильно эти скорби переносит, то, вы знаете, вот случается, что некоторые говорят, вот я в коллективе работая, уже все равно успокоительных, значит, на меня так работа плохо действует, коллектив такой плохой. Надо понимать, что действительно, если человек неправильно переносит оскорбления или разные искушения, то это действует на нервную его систему, а если на нервную систему, то может и вообще здоровье расстроиться. И то, что он здоровье теряет, только он сам виноват, это неправильная реакция на внешние искушения. Вот, еще одно соображение приводит Ава Торофей. Если кто говорит, как я могу не скорбеть, если нуждаюсь в вещи и не получаю ее, тогда как она мне необходимо нужна. То есть человек проявляет маловерие, недоверие промыслу Божьему. И Ава Торофей говорит, даже и в таком случае, он не имеет права укорять кого-нибудь или скорбеть на кого-либо, ибо если он действительно нуждается в вещи, как говорит, и не получает ее, то он должен сказать, Христос знает более меня, должен ли я получить желаемое, и он будет мне вместо всей вещи или вместо всей пищи. Ну, это применительно к монастырю, но я думаю, можно применить и к мирской действительности. Здесь говорится о чем? Допустим, какой-то брат, ну, у него прохудилась обувь, и он просил келлоря, есть такой келлори еще, который отвечает за еду, а есть еще по вещам, который, ну, в монастырях так, в шутку называют, тряпочный. И вот обратился к нему, а тот, ну, по разным причинам, может, какое-то имеет к нему, там, недоброе расположение или по занятости, ну, по другим причинам, забывает все время дать ему нормальную обувь. И этот человек, брат, ходит, страдает, уже прохудилась обувь, тяжело ходить, или натирает, или протекает, вот. И он уже начинает роптать. И вот Ава Дорофей говорит, даже если тебе необходима эта вещь, можно попросить, но если почему-то не дается тебе эта вещь, брат как-то запамятовал или по нерасположению, корбеть не надо, надо доверять Божьему промыслу. В этот момент надо помолиться, Господи, ты видишь, нужна мне эта вещь, но мне не дается, будь мне вместо этой вещи. То есть, смысл такой, ради тебя, ради моего Спасителя Христа, я потерплю еще. Не получая этой вещи. И сравнивается здесь с Ветхозаветным явлением, когда Господь давал манну, и эту манну люди собирали, каждый день она была в пустыне, и бывало для разных людей, бывало по-разному, оказывалось разным вкусом. Кто хотел сильно яиц, манна казалась, как вкус яиц имела. Кто мясо хотел, вкус мяса и так далее. То есть, Господь может и овощам придать свойства пищи более питательной. Помните, тоже три отрока, которые вавилонской пищи были. Когда хотели их кормить яствами, мясами, которые ел царь, то они отказывались, ели только овощи, но выглядели гораздо лучше, чем те отроки, которые питались царского стола. Как я раньше еще говорил, и многим, которые вразумлять приходится, на всякое действие, которое к нам приходит, которое к нас не зависит, есть либо Божие благословение, либо есть Божие попущение. Сказали отцы, если что случится с нами доброе, это дело промысла Божия, и вот забота. А если что-то злое, то это за наши грехи, что является опять же Божьей заботой. То есть, если скорби, какие-то болезни, надо понимать, что Господь их посылает, скажем так, принуждаем нашим плохим состоянием. Не хочет он нам болезнь давать, но так как мы увлекаемся всякими плохими, может быть, вещами, Господь посылает нам болезнь, чтобы мы от этого отстали. Теперь некоторые говорят, а как же болеют еще святые, и скорби несут большие. Мы почитаем, если про старца Амросия Оптинского, то видим, что праведный человек, но он столько болел очень много, столько скорбей было у него. И Авадорофия отвечает, святые, если и страдают, то страдают за имя Божье. Или для того, чтобы обнаружились добродетели их на пользу многих. И таким образом и вправду, когда люди приходили своими болезнями к старцу Амросию Оптинскому, и, казалось бы, впадали уже в отчаяние, но когда видели, как сам Сталис страдает, и как он терпит свои немощи, болезни, вот, и получив от него утешение, и на его примере, посмотрев, как нужно терпеть, уходили утешенными. Нередко святые люди, старцы, вот это сказано в житии Иосифа Исихаста, нередко старцы страдали за своих учеников. Про одного старец Иосиф сказал, говорит, вот я за тебя имею болезни, я сам выпустил эти болезни, открыл ноги, там такие ступи большие, вот, говорит, это твое непослушание. То есть за непослушание брат должен был быть наказан, но старец помолился, чтобы это наказание было на нем. Но можем ли мы, окаянные, сказать это себе? Мы, которые так согрешаем ежедневно, и удовлетворяя страстям нашим, оставили правый путь, указанный отцами. Именно какой путь, о чем речь, это путь самоукорения. И идем кривым путем укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего, и на него возложить всю тяготу. Вот эта глава крайне важная, и мы здесь видим такие категоричные высказывания, что самоукорение необходимо для духовной жизни, необходимо для спасения, для того, чтобы страсти наши уменьшались. Но об этом очень мало учат семинария, я не помню такое в программе, об этом крайне мало говорится на проповедях. А здесь мы видим, проходит стержнем через духовные книги и через лестницу, когда мы будем проходить, там тоже увидим, через получение аводорофии. Это искусство укорять самого себя, но не укорять ближнего, но тем более не укорять Бога. Приводят пример аводорофии, как это бывает в жизни, ну вот, кстати, монашеская жизнь. «Однажды пришли ко мне два брата, скорбевшие один на другого, и старший говорил о младшем». То есть укоряет младшего. «Когда я приказываю ему что-то сделать, он скорбит, и я тоже скорблю, думая, что если бы он имел ко мне доверие и любовь, то принимал бы слова мои с уверенностью». Теперь младший что отвечает. «А младший же сказал, «Прости, Ава, он говорит мне вовсе не со страхом Божиим, но повелевает, как властелин, и я думаю, что потому и не располагает к доверию сердце мое, как говорят отцы». Вот два брата друг друга укоряют. Никто не сказал про себя плохое, а вот про брата. «Заметьте, как оба они укоряют друг друга, и ни один из них не укорил себя. Так же и другие двое оскорбили друг на друга, и, поклонившись один другому, не получили успокоения. И один говорил, «Он не от сердца поклонился мне, и потому я не успокоился, ибо так сказали отцы». А другой, это уже про двоих других, а другой говорил, «Так как он не был приготовлен любовью ко мне, когда я просил у него прощения, то посему и я не успокоился». Ну, то есть, между двумя братьями что-то произошло, один у другого попросил прощения, но чувствует, неискренне попросил прощения. И тот тоже чувствует, что неискренне. И так и не примирились. Опять и в том, что не примирились, каждый друг друга укорял, а само себя не укорял. «Видишь ли, какое смешное суждение?» Опять, смотрите, Ава Дорофей говорит, это неправильное суждение, неправославное у них. «Видишь ли, какое превращение понятий?» «Бог знает, как я ужасаюсь, что и самое излечение отцов наших мы употребляем сообразно с лукавою волю нашу и к погибели душ наших». Об этом тоже хочется сказать, когда мы слышим и вот сейчас нашу беседу читаем и слышим. И все, что касается худого, мы предлагаем другим. И думаю, да, да, вот действительно у того человека вот это есть. Тоже это интересно. Себя редко укоряем. Вот. А когда что-то хорошее, мы о себе это думаем. Иоанн Ава-Дорофей говорит, и даже по учению святых отцов мы приводим в свое оправдание. Это тоже бывает нередко. Вы, наверное, сами знаете, когда на приход человек пришел и потом говорит, вот, в Библии сказано, любите друг друга, а у вас любви нет на приходе. И укоряет уже всех. То есть, евангельские изречения так вот приводят. Ну, еще я помню, когда какой-то брат провинится в монастыре, я как наместник даю ему книгу Лесвицу Иоанна Лесвичника, указываю, что почитать, именно какую ступень прочитать для его пользы. Он берет содержание, открывает содержание Лесвицей, читает и смотрит последняя глава. «Каким должен быть игумен?» Вот, во, сейчас я посмотрю, каким должен быть игумен. Так, а, добрым, угу, угу, и тогда уже претензии к игумену. Вот, то есть, учения святых отцов не к себе применяют, а к другим людям. А сам неисцеленный выходит, остается человек. Каждому из них надлежало возложить вину на самого себя, и один должен был сказать так, «Поскольку я не от сердца поклонился брату моему, то посему Бог и не расположил его ко мне». А другой должен был сказать, «Так как я не был приготовлен любовью к брату моему, прежде, нежели он просил прощения, то посему Бог и не расположил его ко мне». Вот, это, видимо, из Отечника рассказывается, был случай описан в Отечнике, когда два брата поругались, потом один из них пошел просить прощения у второго. думает, надо же примиряться. Пошел, подходит к келье, стучится, тот не открывает. Ну, этот первый брат пошел к старцу и говорит, «Я вот хотел пойти попросить прощения, а он мне даже дверь не открыл». Такой-сякой. Вот, а старец ему говорит, «Ты не прощения пошел просить, ты пошел разобраться в ситуации, обговорить это. А ты сначала помолись своей кельи, укори самого себя и уже искренне просить прощения». Тогда этот брат послушался, укорил самого себя, что он во всем виноват и пошел уже очень искренне просить прощения. идет, идет, кельи подходит и дверь кельи открывается, тот выбегает навстречу и вперед первого падают ноги ему и просят, «Прости меня, брат». Вот, то есть, и это на самом деле так бывает. Я уже вам, наверное, говорил здесь в учениях, что если у нас с кем-то случится какое-то искушение, то нужно тут же помолиться «Господь Иисусе Христе, Сыне Божий». «Помилуй раба твоего, допустим, Михаила или там какого-то брата другого и его с твоими молитвами помилуй меня грешного». Ну и тот, если так тоже помолится, то сразу разоряются вот эти все кибисовские козни. То есть, надо себя укорить и даже попросить у Бога милости молитвами того брата, с кем мы вдруг поссорились. Ну это если тот брат вообще православный, если он молится. А если случилось с кем-то из неверующих так вот поссориться, то надо просто за него Иисусу молитвой молиться. Вот. Ну и как и в первом случае, во втором тоже Авва Дорофей говорит, что нужно было укорить сначала самого себя, тогда возможно примирение. Почему мы лучше от себя не требуем исполнения заповедей и не укоряем себя в несоблюдении их, а то как братьев требуют. Где тот старец, который, когда его спросили, что главное из найденного с тобой на пути всем, ну то есть, вот ты много подвязался, что главное, самое важное, старец отвечает, то, чтобы во всем укорять себя, это и вопросивший похвалил и сказал ему, нет иного пути, кроме всего. Видите, главное из найденного на пути всем, самоукорения. Если почитаете письма или по учению оптических старцев, то тоже красная линия проходит через все их письма и по учению о самоукорении. кстати сказать, если мы знаем других религиях или в католисте, про статизме, очень много то, что есть и у нас, то учения самоукорения вы там не найдете. Вот это даже можно назвать и отличие православной именно скетики всякой инославной иноверной и вы самоукорение не найдете в людях, которые в прелести. Посмотрите, если сейчас кто там в среднеуральском монастыре всех обвиняет, то там самоукорение не обретается. Все добродетели вошли в дом сей. Ава Пимен говорил со стенами все добродетели вошли в дом сей, кроме одной, без которой трудно устоять человеку. Когда его спросили, какая это добродетель? Та, чтобы человек во всем укорял себя. То есть он, видимо, о каком-то подвижнике сказал, что у него много дарований, много его трудов, подвигов, но самоукорения у него нет. А это уже погибель. Ава Антони говорил, великий подвиг человека состоит в том, чтобы он при лицом Божием возлагал все согрешение свое на себя и ожидал бы искушения до последнего издыхания. Почему ожидал бы искушения? Потому что, когда человек себя укоряет, он видит свое несовершенство и желает очиститься, потому что, ну, хотя бы перед смертью быть почище, чтобы тарстом пройти. и поэтому он ожидает, что Господь через кого-нибудь, может быть, пошлет ему какую-то оскорбинку, чтобы это, чтобы его оставили страсти. И везде мы находим, что отцы, сохранився и возложи на Бога, все, даже и самые малые обретали покой. Такого был тот святой старец, которому время болезни брат влил в пищу вместо меда прогорклое льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата. Не сказал, чтобы он небрежен, то есть не укорил ничем. И не только не сказал этого, но даже никаким словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, начал скорбеть, говоря, я убил тебя, Ава, и ты возложил сей грех на меня тем, что промолчал. С какой кротостью старец отвечал, не скорби чаду. Если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меду. И таким образом он возложил это на Бога. Ну, бывает так, что приготовил трапезу и нет возможности или забыли положить ложку или что-то. Можно попытаться, потерпеть, не говорить, не делать замечания. Ну, я обычно делал замечания, в случае, если это нужно сам брат немножко посмирять, за что-то пользу ему принести. А так можно потерпеть. Или не положили хлеба, ну, можно без хлеба покушать. Пытаться так упражняться, что Божий промысел значит так. Но если мы кого-то обслуживаем и не положили ложки, и нам сделали замечание, не надо говорить, что это Божий промысел такой, кушайте без ложки. Соответственно, конечно, нельзя так поступать. Какое дело Богу до сего монах? Это продолжение. Брат ошибся, а ты говоришь, если бы Богу было угодно. Какое участие Бога всем делим? Однако он говорит поистине, если бы Богу было угодно, чтобы я ел мед, то брат влил бы мне мед. То есть, опять, о чем я говорил, что даже какие-то искушения по отношению к нам произошло, но по невнимательности брат не ту пищу давал, вредную пищу давал старцу. И остались говорят, это так Богу было угодно. Вот я Ава Дорофей как бы эритрический вопрос задаю. Причем здесь Бог, это же брат ошибся. Но нет. Вот хотя старец был в такой болезни и столько дней не мог принять пищу, однако же не поскорбел на брата, но возложил дело на Бога и успокоился. И хорошо сказал старец, ибо он знал, что если бы Богу угодно было, чтобы он ел мед, то и зловонное льняное масло притворил бы он в мед. Ну видимо старец решил, что он эту пищу вредную будет вкушать, видимо может еще какие-то свои грехи вспомнил, как-то себя укорил, значит так нужно. Мы же в каждом деле устремляемся на ближнего, порицая и укоря его, как нерадивого, и не по совести поступающего. Как только услышим мы хотя одно слово, то час притолковываем его, говоря, если бы он не хотел смутить меня, то не сказал бы этого. Где пророк Давид, который сказал о семье, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, оставьте его, и так да поклинает, яко Господь рече ему проклинать Давида. Мужу убийцы говорил Бог, чтобы он проклина пророка. Как, уже ли Господь сказал ему сие, ну, то есть, как бы, риторические вопросы, неужели Бог сказал, чтобы семье проклинать царя, и отвечает, но пророк имея разум духовный и зная, что милости Божьей ничто так не привлекает на душу, обратите внимание, это очень важно, ничто не привлекает милости на нашу душу, как искушения и особенно наносимые и налагаемые во время скорби и нужды. И вот пророк сказал, оставьте его проклинать меня Давида, якоричи ему Господь. Для чего? Может быть, признет Господь на смирение мое и возвратит мне благая вместо клятвы его, то есть, вместо проклятия. Видишь ли, как разумно поступил пророк посему-то он и остановил хотевших отомстить проклинающему и говоря, что мне и вам сынови Соруин, это он своим телохранителям говорил, оставите его, и так, когда проклинают я, как Господь, речи ему. Вот, но не знаю, донес ли я до вас и поняли ли вы то, что с Давидом тогда произошло, то есть, Давид, терпя оскорбления, он царь был, пророк, терпя оскорбления от одного негодного человека, семья, и имея возможность через телохранителей унять его или даже убить эту семью, он им не позволил и говорит, видимо, осознавал свои грехи и говорит, ну пусть он проклинает, это ему Господь разрешил, я потерплю, а мне за это Господь простит мои согрешения и вернет мне свои благодеяния, свое благорасположение. И дальше Ава говорит, мы же не хотим сказать о брате нашем, что Господь ему сказал, но если услышим оскорбительное слово, то поступаем подобно собаке, в которую, когда кто-нибудь бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы, оставляем Бога, попускающего напастье, находить на нас к очищению грехов наших и обращаемся на ближнего, говоря, зачем он мне это сказал, зачем он мне это сделал. И тогда, как мы могли бы получить большую пользу от подобных случаев, мы делаем противное и вредим сами себе, не разумея, что в промысле Божьем все устраивается на пользу каждого. Господь доброзумит нас молитвами святых, ибо ему всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь. Поучение седьмое закончилось, но хотелось бы заострить, конечно, мы, как священники, мы служим службе божественной, особенно божественную литургию, мы исполняем таинства церковные, помогаем людям спасаться, но наша личная духовная жизнь, ее плоды мы должны видеть в своем безгневе, в милосердии, вот, и осознавать, что нам для очищения необходимо поскорбить, что, как Господь сказал, горе, мир, от соблазнов, есть нужда, чтобы они пришли, то есть будут соблазны, будут искушения, я не помню, вам говорил или нет, я одному брату в монастыре говорю, хочу, чтобы ты отвечал за все электрохозяйство в монастыре, он говорит, ладно, но ты мне можешь гарантировать, что у меня не будет искушения с братьями по этому поводу, по электрическому поводу, ну, потому что хозяйство большое, то там что-то вышибит, то там что-то сгорит, вот, я ему говорю, напротив, я могу тебе гарантировать, что искушения будут, как бы он хотел, чтобы я огордел его от всех братьев, чтобы он прям без скорбей исполнял свое послушание, ну, я привел ему эту цитату из Евангелия, что Господь сказал, что необходимо прийти искушением, но дальше Господь продолжает, что горе тому человеку, через которого приходит искушение, то есть лишь бы через нас не пришло, вы, может, слышали слова Исаака Селина, он говорит, пусть тебя оскорбляют, ты не оскорбляй, пусть тебя гонят, ты не гони, пусть тебя обижают, ты не обижай, будь со всеми в милости, в хороших отношениях, вот умом пребывай, един с Богом. То есть очень важно, чтобы мы не гневались, мы не раздражались, а то, что к нам люди будут гневаться, раздражаться, это надо принимать от Бога как врачевание, как витаминки, аскорбинки. Вот, я тогда еще на прошлой объяснении рассказывал, что братья в монастыре бывают и подпадают под всякие искушения, и между собочками всякие случаются, но вот у нас, помню, был один в монастыре человек, такой весь красавчик, высокий, такой красивый, и такой и шустрый, и смышленый, и все время такой радостный, довольный, но что-то в нем было подозрительно, и он через год где-то говорит, отец Павел, а что надо сделать, чтобы дали подрясник? Я говорю, ну, так слушаться, все исполнять, кротким быть, он говорит, ну, я же все исполняю, вот что-то мне не дают, и у меня, знаете, у меня было такое ощущение, что он все-таки, ну, либо разведчик какой-то, такое было ощущение, либо, знаете, такие люди, есть романтики, которые идут в монастырь, не ради подвига, не ради искорения страстей, а ради того, чтобы все изнутри узнать, и потом написать какой-нибудь хороший роман, как он был в монастыре, то есть писатель, какой-то журналист, такое было ощущение. И вообще, если человек в монастыре пребывает, то идет путем самого корения, борьбы со страстями, ну, то такой подвиг несет серьезный. А если в монастырь пришел человек, скажем, какой-то разведчик с другими целями, собственно, борьбы не ведет, а внешне прикидывается хорошим, то он как бы все это легче нести. Или за деньги работают в монастыре, легче приносит. А человек, который объявляет борьбу дьяволу своим страстям, то он несет такой серьезный подвиг. Но, как мы сейчас сказали, бывают люди идут на подвиг, но не укоряют самих себя, а только оправдывают. И вообще, надо понять, по сути, что такое самооправдание. Вот помните самооправдание первое было у Адама, когда Господь сказал ему, Адам, что ты сделал? Зачем ты ел дерево по занятиям добра и зла? У него было два выхода. Тем более, Господь так уже намекнул, что не ел ли ты дерево по занятиям добра и зла? То есть, надо было сказать, да, Господи, прости, я вкусил, и Адам должен был просить прощения еще за жену свою. То есть, он должен себя укорить, что я глава семейства, вот в нее следил, и жена дала мне плод и сама ела, это моя вина. А он сказал, как? Он оправдался, пытался оправдаться, я не виноват, эта жена мне дала, а жену, ты мне дал такую, значит, виноват Бог и виновата жена. так же само и Ева не укорила себя, не покаялась, обвинила во всем только лишь дьявола. То есть, вот это не самоукорение, укорение других, оно закрывает человека для благодати. Вот, это очень важно урок так уяснить, что когда мы укоряем себя, то мы открываемся для благодати. Господи, во мне рано, никто больше не виноват, это во мне рано, исцели меня. И Господь исцеляет. А если мы согрешили, но говорим, это тот виноват, другой виноват, я в порядке. И человек закрывается от благодати, вот, не понимая, что в нем проблема и пребывает неисцельным. Вот, давайте вынесем для себя сегодня такой урок. Ой, Господи, помоги нам укорять себя, а не близнего. Ну, для этого всегда надо стараться непрестанно молиться, чтобы как говорят, на горячий котел муха не садится. То есть, когда мы будем молиться, стараться всегда, и тогда Господь будет помогать, укорять себя, а не близнего. Вот, все батюшки и матюшки желаю такого состояния, вот, чтобы нам правильно подвязаться. А то мы лет 40-50 пробудем в священном саде и останемся с гневом. И все, в ад пошел, все. Ничего нечистое, в рай не войдет, и человек может в ад попасть. Не себя подвиг такой, все. Другим помогал, много машин осветил, много квартир осветил, я не исцелил, и в ад пошел. Вот, смысл тогда жизни. Вот. Ну, давайте будем учиться. Ну, сейчас я надеюсь, вы увидите, что книга Авадорофея, в общем-то, не только для монахов, а, в общем-то, для всех нас, для тех, кто живет в миру сейчас, не только по монастырям. Ну, вот, сегодня я завершаю. Благодарю за внимание. Надеюсь, я смог объяснить, что-то для нас останется. Спасибо.